Друзья, всем привет! На момент выхода этого ролика воскресенье 14 марта и у блондины сегодня день рождения. Мне сегодня исполняется 31 год. На сегодняшний день я уже не так сильно люблю этот праздник и соответственно для меня это даже грусть-тоска. 31. Готов принять ваше поздравление в комментариях. Огромное вам спасибо, если напишите пару ласковых слов. А в этом видеоролике я с вами хочу поделиться своей радостной новостью. Наконец-то мы добились и купили себе квартиру побольше, улучшили свои жилищные условия. В этом видеоролике я с вами хочу поделиться своей жизненной историей, рассказать, как это все проходило, потому что все это заняло практически 3 месяца. В сделке участвовало 4 человека. И в этом видеоролике кратенько я вам расскажу все этапы сделки, как это шло, какие были подводные камни, для чего. Для того, чтобы вы сидя дома, посмотрев ролик, уже понимали, как это проходит, какие подводные камни бывают. В общем, получили для себя полезную информацию и послушали одну невыдуманную жизненную историю. У меня для вас есть коротенький спонсор выпуска, потому что впереди ремонт, ребята, как без спонсора выпуска. В общем, одну минуту о нем и мы переходим к основной теме. Внимание, внимание, у меня есть полезная и краткая информация для всех тех, кто начинает заниматься бизнесом, кто уже занимается малым или крупным бизнесом. Есть информация, попрошу записать. 15 апреля в дворце спорта Мегаспорт состоится крупнейший бизнес-форум России АМАКОНФ. И это потрясающая новость, потому что давно не было крутой и полезной движухи в офлайне. И вы должны понимать, что на АМАКОНФ нет бизнес-тренеров, там только реальные истории. Спикеры – это владельцы крупнейших компаний, бизнесмены России из списка Форбс. Михаил Таковинин – сооснователь АМАСРМ. Дмитрий Алексеев – совладелец и президент ДНС. Рубен Варданян – инвестор, филантроп. Вячеслав Бачаров – основатель сервиса «Самокат». Посетив АМАКОНФ, вы получите новый жизненный опыт, послушайте реальные жизненные истории людей. Возможно, познакомитесь с новыми людьми, которые в дальнейшем могут стать вашими бизнес-партнерами или найдете себе новых клиентов. И все это 15 апреля в Дворце спорта «Мегаспорт». Организаторы готовят очень много сюрпризов. Это будет действительно крутейшее бизнес-мероприятие в России. И самое главное – все те, кто в Москве, могут посетить его очно, а те, кто находится по стране, по регионам, вы можете посетить его онлайн. Ссылочка на сайт АМАКОНФ ждет вас в описании. Переходите, регистрируйтесь и 15 апреля приходите получать новые знания. Ранее я снимал сюжет, показывал свою квартиру, рассказывал, какую перепланировку мы сделали. Напомню, 27,4 площадь квартиры. Мы ранее здесь проживали вдвоем и, соответственно, нас все устраивало. Как мы сделали более детальный обзор, можете посмотреть, ссылочку оставлю в описании. Но сегодня я вам хочу показать, как изменился наш быт с появлением ребенка. Заходим. Ну, первое – ванна. Соответственно, появились всякие игрушечки. Куда ни посмотришь. Различные бегемотики, баночки, скляночки. Места стало гораздо меньше. Соответственно, куча вещей. Постоянно все стирается, сушится. Хорошо, что машинка еще идет со встроенной сушкой. Заходим в зал. Появился комодик, кроватка и зона для игр дочки. Значит, смотрите, вот здесь есть очень интересный момент. Вот ранее у нас здесь стояло два кресла. Помню, был прикольный комментарий, кто-то написал, думал, что в креслах спят. Нет, отдельная зона есть. Но изначально ребенок спал в своей кроватке. Потом ей стало больше нравится спать с нами, а в частности спать с мамой. И потом получился такой интересный момент, что троем нам здесь спать неудобно, потому что все начинают ворочаться. Двоем было нормально, троем уже все. И я думаю, дай-ка я одну ночь просто переночую на полу. Хочу не упустить возможности показать, в каких шикарных условиях я сплю последнее время. Вот так вот наступает у меня ночь. Сейчас моя девочка моется. Моя девочка это моя дочка и моя жена. И вот так вот блондин, как настоящий мажор московский, переехал на пол под камин. Сразу хочу забежать наперед. Наверняка кто-то напишет, что сами виноваты. Нужно было приучивать ребенка к кроватке. Она в кроватке спит. Просто периодически ночью она просыпается. Жене нужно вставать, бежать к ней, подбегать. В общем, нас все устраивает. И мне на полу спать. С одной стороны, даже как-то по приколу. Ну, серьезно говорю. Приходишь там, там не так жарко, как на кровати. В общем, свои плюсы тоже нашел. Тем не менее, куча игрушек, ходунки. Одно кресло увезли в каширу. Стол увезли в каширу. Потому что места становится все меньше и меньше. Здесь еще один коврик, который мы периодически там выстилаем. Здесь у нас кресло ее, на котором она кушает. В общем, друзья, если сейчас это все расставить на свои игровые места, пройти будет в принципе невозможно. Особенно, когда придет она, придет жена, собака. Все начинают бегать, орать. Здесь становится очень весело. Повсюду появились кодовые замки. Раз, два, три. Открывается все. Доступ открыт к памперсам. Но скажу честно, свои плюсы вот в небольшом пространстве тоже увидели. Так, например, когда я уезжаю, и жена остается дома с ребенком, куда бы она ни поплазла, всегда она под контролем. Всегда ее видно. Это очень удобно. В общем, на двоих нас реально все устраивало. За исключением того, что не хватало балкона. С появлением ребенка балкон нужен по-любому. Ну и хочется, конечно, чтобы у нее была отдельная комната. Собственно, двушка на данный момент, я думаю, что в ближайшие 3-5 лет нас будет просто радовать. Ну а в дальнейшем трудиться, работать, зарабатывать. Трешка, четырехкомнатная квартира в этом доме тоже продаются. Но там посмотрим. Возможно, когда-то куда-то мы переедем. Возможно, никогда больше никуда и не переедем. Почему все-таки я выбрал вторичку, а не первичку? Ведь новостройка, молодежь, общие чаты, все получше, все посвежее. Друзья, мы снимаем сюжеты про недвижимость, мы катаемся. Я вижу, что такое новостройки, которые визуально вроде бы красивые. Заходишь на официальный сайт застройщика, увидишь вообще целую сказку, что дворик, мало машин, все чистенькое, все бегают, улыбаются. И потом, что происходит на деле, когда ближайшие 5 лет идет ремонт. Да и тратить время на перечисление косяков новостроек я не буду, потому что в последнее время мы активно по ним ездим, общаемся с людьми и слушаем, что люди рассказывают. Не застройщик сказки поют о том, как все хорошо, а что люди говорят, которые сами там купили. В общем, глядя на все это, я для себя четко принял решение, что я лучше выбираю вторичку, где я заезжаю. Я единственный, кто быстренько сделает ремонт. И мы живем. Дом обжитый, район обжитый. Я прекрасно понимаю, что внешне это выглядит как все старушечье, вонючее, некрасивое, как угодно можете подобрать. Для нас этот район обжит. Соответственно, мы решили так, что заезжаем на вторичку, живем, рядом школа, детский сад, куча парков. Поэтому нам показалось, что этот вариант для нас. И самое главное, вопрос цены. Если рассматривать альтернативу, но в каком-то свежем ЖК внутри Москвы, где-то поблизости, цена будет совсем другая. Она, естественно, будет гораздо выше. Соответственно, здесь, так сказать, выбора другого не было. Мы остановились на вторичке. Я подготовил целый список. Сегодня я размажу, как следует, кашу по тарелке. Торопиться никуда не буду. Возможно, буду повторяться, что ранее уже рассказывал. Но зато сейчас в одном ролике я расскажу всю последовательность. Значит, смотрите, напоминаю, что искать квартиру я начал осенью 2019 года, как узнал, что моя жена беременна. Я увидел все этапы с этим коронавирусом, как начали потихоньку-потихоньку меняться цены, как это все изменилось. Я рассматривал два варианта. Либо двушка, либо трешка. Трешка была из серии, ну, мало ли, вдруг повезет, что-то вылетит из серии. Хорошая квартира по низкой цене. Сами знаете, все мы рассчитываем на лучшее. Понимая то, что лучшего не происходит, какие-то квартиры вылетают, пока сидишь, думаешь, идти смотреть, не идти смотреть. Проходит неделя, бац, объявление сняли. Кто-то уже купил. Нашел я изначально трешку. Вот здесь, смотрите, прям акцент делаю на то, что вот я сегодня прям расскажу про риелторов с хорошей стороны и с плохой стороны. Сам я как бы изначально вообще против риелторов и тоже считаю, что свое жилье проще продавать самому. Здесь ничего сложного нет. Но кое-где их услуги реально нужны. Об этом по порядку. Когда я нашел трехкомнатную квартиру, звоню, там риелтор. Ой, да вы что, я вам наоборот помогу, все будет хорошо. Я говорю, хорошо, когда смотреть квартиру? Назначают мне дату, проходит три дня, я прихожу, звоню ей еще раз. Она, да-да, вас ждут, захожу в квартиру. И тут мне люди буквально сходу говорят, да, вы смотрите, но эта квартира продана. Я говорю, так а смысл тогда, какой вообще мне смотреть, если они уже нашли человека, который днем ранее приходил, оставил аванс, покупает он за наличку. Я пришел из серии, как вот взять меня на карандаш, как запасной вариант. Я их попросил о том, что если вдруг вы ее продаете, у вас все срастается, напишите просто смс, квартира ушла. Естественно, никто ничего не пишет. На основании этого я уже понял, что как только что-то вылетит на продажу, надо просто лететь. В конце года, в конце декабря 2020 года, вылетает двушка, которую мы посмотрели. По фотографиям она, знаете, такая была непонятная. И, соответственно, нужно было идти смотреть. Я посмотрел план, я посмотрел, на каком этаже она расположена. Меня все уже, в принципе, устраивало. Звоню, естественно, впереди праздники. Мне риэлтор говорит, можно будет посмотреть 8 числа. Квартира эта вылетела в этом же доме. И в силу того, что я здесь проживаю, постоянно курсирую вокруг дома с коляской, рассматриваю балконы. На одной из фотографий я увидел одну примечательность, по которой я вычислил, где эта квартира находится. Все, я прям понял, что это за квартира, куда нужно идти. 8 числа, рано утром, рано это примерно в 9.30 утра, я не выдержал, я прям сразу побежал туда, поднимаюсь, прихожу, стучусь, открывает женщина. Да, я говорю, здравствуйте, вы квартиру продаете? Она такая, ну как бы да. И объяснил то, что я ее сосед, хочу ее купить. Она меня пустила в гости, показала мне квартиру. Я зашел, увидел то, что у них сделана перепланировка. И я прям так этому обрадовался, потому что сломана была именно та стена, которую я бы ломал. Об этом я тоже в процессе расскажу, как это важно. Я зашел, посмотрел и понял, что это реально то, что мне сейчас нужно. Это то, что она вот уезжает, мы заказываем клининговую компанию, они все намыли, начистили, мы спокойно заезжаем, месяц там живем, смотрим, что нам нравится, не нравится, вставляем список, что мы будем переделывать. И как раз нам впереди будет весна, можно это все ремонтировать. Я посмотрел, просто загорелся, звоню жене, говорю, приходи туда-то, туда-то. Она приходит, смотрим. Она пришла с ребенком, с собакой. Короче, мы все посмотрели, такие, все, это то, что нам нужно. Мы берем. Факт. Квартира стоила 10 миллионов 800 тысяч рублей. Именно по такой цене и выставили на продажу. В процессе общения с владельцем квартиры, это один человек. Суть до дела, мы приходим к тому, что 10 500, она готова ее отдать. Я думаю, блин, вообще красота за 10 500 еще и со скидкой. Я прям был этому дико счастлив. Я уже говорю то, что все, я готов авансироваться, я 100% ее буду забирать. При этом, зная, что у нее есть риэлтор, вот сейчас, внимание, я задаю ей вопрос. А он вам вообще, кто этот риэлтор? Вы с ним знакомы? Это ваш там друг, подруга, коллега, вообще нужен ли он? Или вы выставили квартиру на продажу, вам позвонили, сказали, давайте я буду вашу квартиру продавать, и вы мне за это заплатите. Она объяснила, что как бы этого риэлтора она знает, что она когда-то ей уже что-то помогала покупать, и ей будет комфортно работать с ней. Я объяснил, что у меня есть свой агент, который мне поможет все это сделать, и для нее это будет бесплатно. Тем более в силу того, что она мне делает скидку. Она говорит, нет, нет, как бы условия риэлтора ее полностью устраивают. Ну и я окрыленный, то, что нифига себе, и сторговались, и все как бы срастается. Это было, подчеркиваю, 8 января. Спускаюсь домой, думаю, ну все, красота. Мы с ней договорились на том, что она звонит этому агенту своему и говорит, что вот человек, как бы есть, нужно готовить документы на сделку. Проходит некоторое время, я ей набираю, и чувствую, что голос ее изменился. Я говорю, что такое? Она говорит, знаете, я позвонил своему агенту, она на меня так расчехвостила, что я вообще вам дверь открыл, что я с вами все диалоги вела и так далее, мол, так неправильно. А она прям полностью на ее стороне. То есть в собственной квартире решения не принимает никаких. Это уже я забегаю наперед. Все нужно согласовывать исключительно с агентом. И выяснилось это после моего звонка агенту. Я звоню, и там женщина такая, а, это ты ушлый блогер, условно, ну не блогер, там ушлый покупатель. Ты, говорит, какого хрена побежал в обход меня, не позвонил, не предупредил. И я ей рассказываю вот эту свою историю из серии, что, знаете, у меня уже было такое, что пока я сидел, ждал, звонил, получалось так, что квартиры уходили. В данный момент я просто решил вцепиться в нее. А она все это рассмотрела так, что я хотел вокруг нее обойти, так сказать, ее кинуть, просто отодвинуть от сделки, купить квартиру без ее участия. И таким образом, как бы я сэкономил, а ее кинули. Хотя на самом деле, я вам честно говорю, такой мысли у меня в голове не было. Я просто хотел забить хату под себя и хотел напрямую пообщаться с владельцем, понять вообще, что это за человек. Я понял, что ему по-любому нужны услуги риэлтора. И для нее она оказалась прям максимально выгодной. Дальше я вам расскажу, почему. В общем, в процессе общения с риэлтором я понимаю, что если я сейчас буду идти по принципу, я здесь несу вам деньги, а на собственник, то мне просто скажут, пошел ты нахер. Прямым текстом так и скажут. Больше с меня трубки брать не будут и квартира уйдет другим. Потому что в реале нас было три претендента на эту квартиру. Двое других готовы были купить ее по цене 10800 без торга вообще. Тут я понимаю, что, блин, надо, короче, откровенно подлизываться и говорить, что, ой, знаете, я просто дурак, короче, тыры-пыры. Надо как-то решать. Все это происходит день за днем, день за днем. Она мне трепет нервы, риэлтор говорит, что я пока думаю, я еще решение не приняла. Короче, я ее там кое-как там, здрасте, ну и что вы, блин, обижаетесь. Короче, всеми способами общался, общался, общался. В один день она мне звонит и говорит, в общем, ситуация такая. За 10800 мы ее продавать не будем, потому что вы трое, еще четыре человека на звание готовы приходить смотреть. И я вам серьезно говорю, это никакой не развод. Я знаю ситуацию как минимум в своем районе, что здесь происходит с ценами. Вот эта квартира за 10800 реально отлетела бы просто вот так. Она говорит, мы будем продавать ее на плюс 200 тысяч. То есть 11 миллионов рублей. Я думаю, блин, начинается. Ставлю прямой вопрос, что будет, если я согласен, другие тоже согласны, что вы будете опять поднимать на плюс 200 тысяч? Нет. Если ты сейчас даешь согласие, что ты готов ее забрать за 11, то все, мы с тобой договариваемся и тогда мы больше не дергаемся. Я, естественно, говорю то, что я готов ее забрать, потому что, глядя на квартиру, понимая, как там сделан ремонт и вообще в целом, что я хочу, я вам честно скажу, даже если бы они мне сказали, что мы будем поднимать. Вот для меня крайняя точка была 11500. Я бы ее купил бы даже за 11500. Потому что, что происходит вокруг, друзья, даже не хочу забегать. Вот это вот отвлечение делать, это цена на сегодняшний день, то, что нужно. Все те, кто скажут, вот эти экономисты из комментариев, мыльный пузырь продолжает надуваться, скоро все лопнет. Смотрите, за последний год цены на квартиры выросли, цены на машины выросли, цены на продукты питания выросли, цены на всякую бытовую технику, телефоны, компьютеры. Везде все выросло. И потихоньку-потихоньку продолжает расти. Сидеть, ждать, что вот скоро пузырь-то лопнет, и я смогу купить дешевле, я не готов. В общем, договариваемся мы о цене финально 11 миллионов. Я иду в Сбербанк подавать на ипотеку. Что было дальше, вы в принципе знаете. Кто не знает, я оставлю ссылочку на ролик. Можете посмотреть. Я там, как некоторые написали, скулил здесь сидел на кухне, жаловался, что мне не дали ипотеку. При том, что у меня в принципе хорошие доходы. Забегая наперед. Что происходило дальше? После выхода ролика со мной связались люди из Сбербанка, на что им на самом деле огромное спасибо, потому что именно сотрудник, с которым я разговаривал, если не ошибаюсь, зовут ее Кристина, сгладила углы очень сильно. Не было никаких вот этих бесконечных, вы нас извините, вы нас извините, вы нас извините, но как работают с клиентами. Она просто по существу сказал, чем можем помочь. Я ей говорю, типа, либо надо что-то решить с ипотекой, другого варианта нет. И она эти вопросы порешала за два дня. Через два дня мне перезвонили и сказали, Дмитрий Андреевич, идите в Сбир, подавайте еще раз, все будет хорошо. Я говорю, то есть одобрят. Она не сказала по телефону, что да, 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 все одобрят. Она сказала, все будет хорошо. Ну, тут дураку понятно, что, в принципе, я бы уже мог получить одобрение. Но за эти два дня кардинально изменилась моя жизнь с точки зрения дальнейшего видения покупки. Вот два дня, когда я сидел просто, я не понимал, думаю, пипец, блин, вот она, квартира есть, она вот так вот перед носом висит, что делать? А денег нет, я думаю, так, если я сейчас начну что-то продавать, я думаю, а что продать-то, у меня продать-то нечего. У меня есть машина, я думаю, так, ну, 2 миллиона плюс, я там хорошо, если вытащу с нее. В общем, не хватало бы примерно еще 4-5 миллионов. Факт в том, что нигде их по-быстрому не займешь и так далее. И здесь, как бы, я задаю вопрос с родителем. Эта же квартира на них оформлена? Говорю, вы согласны, если я эту квартиру продам и, соответственно, доплачу и куплю новую квартиру с учетом, что она уже будет оформлена на меня? На что я был дико рад, что родители сказали, да без проблем, конечно, что ты спрашиваешь, иди занимайся, продавай. Просто, как бы, почему я вообще не хотел эту квартиру продавать изначально? Отчасти в этом даже есть ваше участие. Когда я снимал первый раз ролик, что вот, там, сделай ремонт, что вот, живу в Москву, переехал в квартиру, там, 27,4 квадрата. Многие писали, что, да ты кто такой, ты, там, щенок, это все твои родители, сам ты без них ни хрена ничего не можешь, а ты вот попробуй сам заработать. Я отчасти думаю, блин, часть денег я уже заработал. Сейчас возьмем ипотеку на 15 лет, но я ее планировал закрыть за 3, ну, максимум 5 лет. По моим расчетам, я думал, за 3 года, в принципе, реально будет закрыть ее досрочно. При этом переплатил бы я примерно 2 миллиона точно. И думаю, ну, а что, и эта квартира останется, и сам в своих глазах поднимусь, и в глазах родителей, и в ваших глазах. Что, потом-то ты уже не прикопаешься, когда сам пошел купил, что ты скажешь, то, что, а, вот, ну, уже по-любому респект, уже, как говорится, лайк по-любому надо ставить. Вот, но тут все поменялось. И на самом деле, отчасти сеть горевает, то, что, блин, жаль, что не получилось, я не горюю. Потому что я понимаю одно, что, вот, мы подписались, до этого мы дойдем, я понимаю, что в один день я проснусь, я проснусь в новой квартире, у меня не будет долгов, это самое главное. Я буду просто понимать, что я могу жить, творить, работать, трудиться, и самое главное, друзья, не будет долго, но это же просто круто. Все те, кто считают, что так неправильно, вот, я всегда хотел задать вопрос, а почему вы вообще своих детей одеваете, кормите, в школу отправляете, в институт? Ну, так пусть они всего сами добиваются. В смысле, вы им там телефон купили, так пусть он идет, сам добивается. Просто очень странно, когда, допустим, один человек не может там чем-то помочь своему ребенку, и он считает, что никто не должен помогать своим детям. Некоторым дарят Порше, кому-то дарят обучение там в Англии, еще что-то. Это что, плохо? Когда речь идет про своих детей, когда ты можешь позволить, вот, я сейчас являюсь отцом, естественно, я горы буду пытаться свернуть, чтобы у моей дочери было счастливое детство, там, обучение и так далее. Я же не буду ей говорить, типа, знаешь что, зайка, а ты давай-ка сама в комментариях потом зато тебе напишут, что ты умничка, раз все добилась сама. Где-то, естественно, по возможности, я всегда своим детям буду помогать. В общем, было принято решение выставлять квартиру оперативно на продажу. Параллельно с этим Дамир уже начал заниматься подготовкой документов и проверки квартиры, которую мы покупаем. Целая папка есть со всеми документами. Всю юридическую чистоту квартиры мы проверили. Было понимание одно, что она только вот в ипотеке, нужно будет закрывать ипотеку. Значит, что касаемо продажи квартиры. Я выложил ее на Авито, выложил на Циан, который меня вообще дико подвел. После того, как я опубликал ролик, что квартира продается, и оставил на это ссылки, Циан тут же рассмотрел это как какой-то спам, заблокировал объявление. Это так важно в первые дни, чтобы твое объявление видели. И они потом мне его разблокировали через 4 дня, когда я квартиру уже продал через Авито. Соответственно, от Циана просто толку для меня было ноль. При этом денег я за объявление заплатил, но это не суть. Суть в том, что посыпалось огромное количество звонков, и действительно люди готовы были покупать квартиру. Я ее изначально выставил за 8, потом понимал, что здесь спешка, и написал ценник 7,650. При том, что если бы не было бы никакого кризиса, вот этого коронавируса, в общем, все то, что повело к скачку цен квартиру, я бы продавал примерно, думаю, за 6,5-6,800. Вот плюс-минус в этом диапазоне она бы ушла. То есть на миллион дешевле бы я ее продавал бы. Ну и везде цены были бы, соответственно, ниже. Было куча людей, которые звонили, и были те, кого в первую очередь не устраивала перепланировка. Про нее я сейчас вам буду рассказывать просто с дичайшим удовольствием. Я прям буду смаковать все эти моменты, потому что что происходило с перепланировкой, это было просто вау для меня. Факт в том, что приходили люди, смотрели, кто готов был купить из-за наличку, приходили те, кто готов был купить в ипотеку. Я ипотеку рассматривал только Сбер, потому что по условиям нашей сделки нужно было идти именно через Сбер. Что, почему? Я знаю, что можно и через другой банк. Суть в том, что мы договорились, что будем все вести через Сбер. Это раз. Были те, кто приходил с умным видом, рассматривал всю квартиру, понимали, что им все нравится. Потом писали мне вот такие письма с обоснованием того, что готовы ее купить не за 7 650, а за 7 ровно. Кто-то писал 6 800 и так далее. Ну, в общем, как обычно, всем этим людям я желал хорошего настроения. Изначально в этой квартире была стена. Она проходила как раз-таки здесь. Это не несущая стена, это обычная стена. Когда я был еще студентом, я всегда мечтал эту стену сломать. Потому что мне не нравилось то, что маленькая кухня, ходить в зал. Я хотел прям как-то попросторнее сделать. Вот то, как реализовано это сейчас, за последние 3 года мы получали только удовольствие. Вот серьезно говорю, ни разу не пожалели о том, что мы что-то сломали, как-то сделали не так. Ну, серьезно. Тот ремонт, который сделали мы, он нас устраивает. Возможно, кому-то из вас он покажется некрасивым, неудобным. Это ваше мнение. Пишите его в комментарии. Люди писали мне, да ты никогда в жизни эту квартиру не продашь с перепланировкой. Если кто-то будет ее покупать в ипотеку, это все отказ. И это писали люди, у которых там по 10 лет, по 15 лет работают в недвижимости. Когда я первый раз снимал ролик про квартиру, тоже было куча комментариев. Еще пишут, знаете, так вот с негативом, с оскорблениями. Пытаются прямо вот усерваться, что это все, это конец. А вот теперь слушайте меня внимательно. Особенно все те, кто хотел купить эту квартиру за наличку в ипотеку. И кому агенты говорили, что это не ликвид. Стена-то не узаконена. Как это происходило? Дамир говорит, есть оценочная компания, которая связана как раз, которая агредитована от Сбера. Соответственно, от них приедет сотрудник и все будет смотреть. Я думаю, что будем делать? Он говорит, ну давай начнем с того, пусть сотрудник приедет. Приезжает человек, отфотографировал квартиру. Я говорю, я вам даже для чистоты вывожу все это на экран, что вот оценочный этот лист, что нет никаких дорисованных стен. Факт в том, что они мне присылают и говорят, вот то, что мы будем отправлять. Ведь все же говорят, так как без перепланировки не согласуют, у меня ничего нет. Они говорят, да нет, все пройдет. Я говорю, в смысле все пройдет? Я говорю, эта стена, она не узаконена, я ее сломал, по-хорошему нужна бумага. Говорит, ну теоретически вообще это можно ломать, потому что если там убрать газ, сделать электричество, ты как бы попадаешь под возможность перепланировки. Я говорю, да, круто, но я этого не делал. Люди говорят, что все пройдет. Я думаю, блин, нифига себе. Они подают документы. Я начинаю трястись как бы от того, что думаю, а вдруг реально сейчас откажут? А почему я так думал? Потому что вы мне это писали. Не потому, что как бы я людям не доверяю, а потому что я вот вас слушал, читал ваши комментарии. Слушал, как люди, которые готовы были покупать зонал, они не стали покупать, потому что им их агент сказал, что эта квартира не ликвид. Типа стена, да ты потом ее не продашь. Я думаю, блин, нифига себе, что начинается? Проходит буквально несколько дней. Реально все этапы, которые были связаны с ипотекой у покупателей и так далее, проходили вот так. То есть я это делал для них. Они отправляют все, приходит, ответ, что все одобрено, окей, все принято. У меня глаза на лоб, я думаю, чего? Нифига себе. И вот сейчас, люди, внимание слушайте. Все согласовано, сделка подписана. Мы ждем теперь только документы о переходе права собственности. Все. Обратной дороги никакой абсолютно нет. Все сделано финально. Поэтому все те, кто мне писал, что это нереально, вот знайте о том, что век живи, век учись. А людей вводить в заблуждение, ребята, не нужно. И вот теперь, когда вы знаете эту информацию, представьте, как можно запросто дурить и разводить народ. Ого, у тебя перепланировка не согласована. У, брат, все, это теперь 100% отказ. Но есть возможность вопросики порешать. 300 тысяч рублей оплачиваешь, мы все контакты налаживаем, у нас выходы свои есть. Люди глаза закроют, получишь положительное решение. Ты думаешь, так, либо переделывать все, либо 300 тысяч платить и продать хочется. В общем, на эти деньги решайте вопрос. Платишь, через 2-3 дня получаешь положительный ответ, что все, перепланировка прошла, все согласовали, можно выходить на сделку. И ты думаешь, ес, порешал вопрос. А на самом деле тебя развели и кинули. Никто ничего не делал. Просто кто-то разбирается в этом вопросе и понимает, что твоя квартира с твоей перепланировкой проходит. А тебе говорят, не, брат, не получится. Надо заплатить. Вполне возможно, что все те, кто так писал, кто с этим сталкивался, когда-то был так и разведен. Но бывают, конечно, ситуации, где по-хорошему будет дан полный отказ. Если вы, например, не дай бог, снесли несущую стену, поменяли мокрые точки. Там, конечно, будет гораздо строже. И получается так, что квартиру я продал буквально за 3 дня. Первые дни пустые звонки, серии я готов, не готов. Второй день вся эта суматоха идет, что приходят. Было очень много показов. Я сделал их примерно около 25 за 3 дня. Факт в том, что люди, которые покупают, пришли, посмотрели. Они вообще не знают о существовании канала. Я им отправлял потом ролик, показывал, что вот есть там обзор на квартиру. Пришли, спокойно посмотрели. Все взвесили, оценили. Будем жить вдвоем. Я говорю, ребят, вам, в принципе, хватит места. А там решайте сами. Понятное дело, я продаю, вы покупаете. Если она не нравится, вон, есть квартиры за 8, за 8 400. Чуть больше, с балконом, но без ремонта. Не забывайте, что нужно вкладывать. Слава богу, они это все прекрасно понимали. И не нужно было объяснять им, что здесь дешевле. Потому что площадь меньше, но она с ремонтом. Там дороже, площадь больше и без ремонта. В общем, вот такие простые вещи объяснять не нужно было. Их все устраивает. Мы подписываем с ним тоже авансовое соглашение. Ну и, собственно, все. Готовим документы финально и готовимся к сделке. Дальше все мы прошли. И получилось так, что люди, у которых я хочу покупать квартиру, да, третьи участники. То есть, первые это покупатели мои. И второй участник, я как продавец и покупатель третьей квартиры. И они покупают квартиру дальше, у четвертого человека. Они ее нашли. Им все понравилось. Пока вот эту суматоху нашла, она заняла примерно неделю. Плюс мы договариваемся, едем в банк с ними, с третьими покупать. У кого я покупаю квартиру, я за них гашу ипотеку. 3 миллиона 200 тысяч рублей. Вот вам, пожалуйста, картиночка. Вот так вот копишь, копишь, трудишься, стараешься. Но в любом случае, все эти бабки копились как раз-таки на покупку квартиры. И, наконец-то, пришло время их потратить. Замучился снимать. Да, проблема. Замучился снимать деньги. Кровно заработанные денежки. Я заношу за них ипотеку. Ждем снятия обременения. Они параллельно с этим уже подобрали себе вариант. Уже также внесли аванс. То есть, получалось так, что мы ждем только снятия обременения. И все, мы можем выходить на сделку. Обременение снимается порядка двух недель. Оно плюс-минус так у нас и сняли его. И через две недели получается так, что четвертый участник сделки, третьему участнику моему, говорит. Слушай, цена квартиры выросла. Рынок изменился за месяц. Мы теперь квартиру будем продавать на 800 тысяч рублей дороже. Те, естественно, в шоке. А тем пофигу. Говорят, либо доплачивай, либо иди нафиг. Потому что и так звонки есть. Естественно, люди отказались. Они не готовы были переплачивать еще 800 тысяч рублей. В экстренном порядке начали искать альтернативные варианты. И, слава богу, нашли его буквально за четыре дня. Чуть-чуть другой район. Но факт том, что нашли. Там потом выясняется, что в квартире прописано очень много людей. Но там свободная продажа. Соответственно, они все выписываются. Это заняло еще примерно неделю. Короче, вот это вот все два дня, три дня. Получилось так, что все началось с 8 января. И на сделку мы финально вышли 10 марта. В общем, я думал, этот день никогда не настанет. Потому что все еще началось в конце декабря. На сегодняшний день 10 марта, время 14.30 практически. Мы ждем других участников сделки. Мы уже собрались. Папа мой думает, что мы машину приехали покупать. Сейчас ему нужно будет расписаться. И машина будет. Так все и будет. Папа. Папа. Это юмор. Мы жутим. Дамир у нас ведет сделку с моей стороны. В общем, ждем всех участников. И начинаем. В ролике несколько раз звучит Дамир, Дамир, Дамир. Кто такой Дамир? Значит, смотрите, с ним мы познакомились год назад. Мы снимали с ним три сюжета в разное время. Абсолютно все эти сюжеты, заявляя официально, были не на коммерческой основе. Мы с ним делали исключительно полезные темы для вас. Познакомившись с ним, я понял, что он действительно толковый человек. Он агент по недвижимости. Он же риэлтор. Кому как больше нравится. Он этим занимается профессионально. Как только передо мной встал вопрос, что мне нужно в любом случае вести сопровождение сделки с точки зрения юридической чистоты, и обратился к нему. Он обозначил цену для меня со скидкой. Я это оплатил. И дальше все вопросы, абсолютно все, решал он. Проверял покупаемую квартиру. Собирал все документы по юрчистоте. Созванивался со всеми участниками сделки. Организовывал дату, когда общая сделка будет. Моим покупателям помогал с ипотекой, чтобы все там правильно заполнить. В общем, все, что нужно было делать с оценкой, со всеми делами, я не заморачивался вообще ничем. Только он мне звонил, говорил, так, тогда-то такое-то будем делать, тогда-то такое-то. Нужно сделать доверенности на регистраторов. Весь чек-лист мне прислал, какие документы нужно собрать. В общем, для меня он облегчил эту процедуру. Вот реально на 100%. Я занимался своими делами. Я работал. Он занимался организацией сделки по продаже квартиры и покупке новой. Соответственно, теперь я могу вам смело его рекомендовать, или даже больше скажу, рекламировать, как проверенного человека. Сам лично я через него прошел. Если вдруг кому-то нужны услуги, пожалуйста, звоните, спрашивайте, сколько это обойдется вам. За 3 копейки человек не работает. Какая цена будет по покупке, продаже, сопровождению? Ребята, телефон на экране. Звоните напрямую, общайтесь, разговаривайте. Если вас цена устраивает, за него могу ручаться. Он сделает все как положено. Вот 10 марта мы все встретились, сели за одним общим столом, подписали все документы. Все друг другу доплатили, расплатились. И получается так, что теперь мы ждем 25 числа, где нам уже вручают договора, что все, мы теперь все собственники. Переход права произошел. Дальше у нас неделя на разъезды-переезды. И в начале апреля на канале, скорее всего, выйдет свежий ролик, где я вам покажу квартиру, которую я купил, как она выглядит, что мне понравилось, что-то мне не понравилось. Поэтому нужно подписаться, чтобы посмотреть, что же все-таки продается нынче за 11 миллионов рублей в трех минутах ходьбы от метро в районе Царицыно. Добавлю, что после выхода первого ролика написало огромное количество людей желанием помочь, за что вам огромное спасибо. Кому ответил лично, не ответил, поймите правильно, что я на тот момент был в диком стрессе. Я видел некоторые письма, я их прочитал, я даже ничего не писал в ответ, потому что я думал просто, что делать. Я действительно прям очень сильно расстроился, давно я так не расстраивался. Но все, кто писали, написало огромное количество людей, брокеров по ипотеке. Соответственно, они говорят, любой вопрос можно решить. Этот банк не одобрил, можно другой. То есть, если нужны деньги, можно искать и можно найти наиболее привлекательные ставки раз. Были люди, которые давно занимаются недвижимостью, говорят, слушай, мы можем найти тебе альтернативный вариант, вот все, что ты хочешь, вот планировка, что тебе понравилось. Прямо вот по кругу Москвы будем идти, да, по твоей линии и подбирать тебе квартиру, сделаем тебе это. Суть в том, что я, можно сказать, нашел такое количество контактов, что составить список, вот сегодня придет человек и скажет, слушай, я себе тоже хату хочу купить. Можно организовать целый цикл от и до и все прям сделать на лайте. Вы многие пишите, блин, вот чуя скоро блондин начнет заниматься продажами квартир. Естественно, я это хочу делать, я в этой теме пытаюсь разбираться, изучать ее, но сейчас я, естественно, не буду говорить, ребята, обращайтесь. Факт в том, что тема интересная и глядя просто по сторонам, я вижу, что реально нужны толковые люди, кто людям смогут помогать. И чтобы это еще было по определенной фиксированной цене, по адекватной цене, чтобы человек понимал, что он платит вот столько-то, и он говорит, я согласен, это норма цена, а не какая-то завышенная. Факт в том, что вот эта вот ситуация, да, для меня, с одной стороны, казалось бы, негативная, я из нее выжил огромное количество плюсов. Про тот же самый маткапитал люди вразумили, говорят, не вздумай им пользоваться, тем более с ипотекой, потом еще пожалеешь. Копнул глубже, изучил и думаю, блин, и правда. А на момент желания купить квартиру через ипотеку, я думал, что вот, еще сейчас маткапитал приложим. Факт в том, что спасибо вам огромное, что дали информацию, я реально об этом даже не знал. А что не знал, также оставлю ссылочку на ролик и тайм-код прямо на конкретный момент, когда разбираем вопрос с маткапиталом, его минусы при покупке жилья. Таким образом, из всей этой ситуации я вынес огромное количество плюсов и понял одно, что не бывает нерешаемых задач. Вопрос с перепланировкой решился вот так. Вопрос с ипотекой, если бы не продажа квартиры, решился бы вот так, можно было бы найти. Все можно делать, лишь бы было бы желание не опускать руки. Соответственно, друзья, я надеюсь, что вот эта история жизни кому-то из вас в дальнейшем когда-то пригодится. Вы зарядитесь позитивом, вы поймете одно, что можно вопросы решать. Все те, кто будут думать о том, что вот там завышенная цена, ребята, можно сидеть ждать, когда там этот пузырь лопнет, когда там квартиры в цене упадут. Я не инвестор. В данной ситуации мне нужно было купить жилье здесь сейчас для жизни. Соответственно, вот это все, это я еще порядочек навел. Сейчас, когда все вернутся домой, когда здесь начнется движуха, работать я здесь уже не могу. Я большую часть роликов уезжаю монтировать в каширу, потому что на монтаж ролика уходит сейчас примерно 6-8 часов. И мне нужно сидеть в тишине. Я должен сосредоточиться, делать, собирать, подбирать информацию. Когда у меня дочь песни поет, жена бегает туда-сюда, невозможно. В новой квартире будет отдельное рабочее место. В общем, друзья, вы все поняли. Тут уже дальше размазывать кашу по тарелке не нужно. Подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Делюсь публикациями, никаким спамом людей обычно там не кормлю. Как только получу ключики и будем переезжать на квартиру, я сниму отдельный сюжет, все вам покажу, расскажу. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok